А вот я, такая маленькая девочка с большими-большими бантами. Этот концерт она запомнила на всю жизнь, когда родители шестилетней Насти узнали, что в их родной Витебск приезжает легендарная группа кино. Сразу купили билеты в первый ряд. Первый ряд. Все смотрели на меня, помню, как направили камеру на меня. Я повернулась к отцу и спросила отец, меня будут по телевизору показывать или по радио будут про меня говорить. Эту видеозапись она искала несколько лет, пока, наконец, случайно не наткнулась в интернете. Любовь к музыке Цоя Анастасия сохранила и спустя многие годы. Перемен ее сердце требовало во всем, но только не в преданности русскому року. Гибель Цоя она восприняла как личную трагедию. Родители меня застали дома, плачущие на диване. То есть я вот просто вся была красно-синего-зеленого цвета. То есть я плакала, у меня была истерика. Не знаю, почему я вот расценила смерть эту, вот как, ну вот как какое-то предательство, что ли, что. Но вот мне казалось, что он не должен был умирать и не должен был так поступать со мной. А на этих кадрах первый опыт Виктора Цоя в качестве актера. Сергей Лысенко снимал группы кино в своем дипломном фильме. Главный герой ищет себя и хочет изменить мир. Вот я не знал, как он выглядит, но вот когда он вошел, переступил порог этого кафе, Я тут же понял, что это он, потому что, ну, это был энергетический взмосток. Он настолько отличался вообще от, ну, такого, скажем, среднестатистического советского человека. Они говорят, им нельзя рисковать, потому что у них есть дом, в доме горит свет. 25 лет назад не стало Виктора Цоя. Сегодня в семью музыканта снова пришла беда. У отца Цоя рак. В израильской клинике провели сложную операцию. Впереди долгие месяцы реабилитации. В поддержку Роберта Максимовича РЕН-ТВ и наше радио проводят музыкальный марафон. Уже в следующий понедельник поддержать Роберта Цоя выйдут те, кому не безразлично творчество его легендарного сына. В прямом эфире споют самые известные рок-группы страны. Танцы «Минус», «Пилот», «Ночный снайпер», «Рычаев» и «Муми-тролль». Примите участие в акции «Дальше действовать будем мы». 8 июня в 23.30 смотрите РЕН-ТВ, слушайте наше радио. Вместе мы это сможем. Зрители РЕН-ТВ 8 июня ждет еще один сюрприз. Полная версия ранее неизвестной любительской записи концерта Витебски. Впервые за 26 лет она выйдет в эфир. Уникальная возможность икнуться в атмосферу рок-концерта 1989 года и вживую услышать звезду по имени Солнца. Леонид Рюшиков, Сергей Попов, Екатерина Иванова. РЕН-ТВ. Петербург. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова